Всем привет! Я рад приветствовать вас на канале Параквариумистика, и в этом видео я всё-таки решился перезапустить свой аквариум небольшой и показать вам, как я это буду делать. На самом деле, нужно было перезапустить его уже давно, давно у меня сидела в голове эта мысль, но решился это сделать только сейчас. Почему? Да потому что, во-первых, хочу поменять наполнитель, фильтрующий материал во внешнем фильтре, и помимо этого у меня появился ещё новый грунт, который я ещё лично никогда не использовал в аквариуме. Велика вероятность, что вы тоже его не использовали. Мне интересно посмотреть, как он повлияет на показатели воды в дальнейшем. Понятное дело, что перезапуски будут показатели прыгать туда-сюда, но тем не менее, мне интересно посмотреть, как он будет влиять на аквариумные растения. Что это за грунт вы дальше увидите? Возможно, кто-то из вас его уже использует. Если это так, обязательно напишите в комментариях, поделитесь своим опытом, своим мнением, мне будет очень интересно. Потому что для меня это только первый этап, и поэтому это видео называется часть номер один. Часть номер два как раз таки будет результат того, как повлиял на аквариумные растения. Поехали! Поехали! И достаю каждый камушек, а сердце аж кровью вливается. Так жалко. Ну что делать? Уже начал, надо продолжать. Ну что, первое, что я сделал, я убрал крупные камни. Ты вообще камни, я оставил только грунт, горяги и растения. Это будет второй этап, которым я сейчас займусь. Вот аквариум, конечно же, без камней смотрится совсем не так, непривычно. Я даже сказал, ужасно, потому что там есть осадок, где-то там что-то был, мусор какой-то под камнями. Сейчас все это всплыло, все это видно, но можно увидеть. Горяги тоже убрал, осталось убрать еще грунт и растения. Конечно, вот оформлять аквариум с рыбкой внутри будет проблематично. Но я думаю, если действовать аккуратно, постепенно, не спеша, никуда все получится. Поэтому пока рыбу оставляю здесь и вытаскиваю грунт и растения. Субтитры сделал DimaTorzok Для удобства слива воды использую иногда вот такие вот держатели. Вот у меня еще один такой держатель есть. Под разные виды шлангов, для разных видов труб. Очень удобно, особенно, ну, когда мы сливаем воду из большого аквариума. Здесь, понятное дело, маленький, но, тем не менее, и здесь даже без него не обойтись. Ну все, необходимое количество воды слил, убрал растения, убрал коряги, все поубирал. Осталось только собрать грунт. Грунт я обычно собираю с помощью самого обычного сачка. Причем удобнее всего грунт собирать, когда в аквариуме еще есть вода. Такой вот у меня есть сачок. Здесь меняется размер, то есть длина самого сачка. Это акваэльский сачок. Очень удобный в этом плане. Сейчас я им быстренько весь грунт соберу в отдельную емкость, ну, ветровку. Одним только переоформлением чисткой аквариума не обойдется. Также, естественно, я мой внешний фильтр. И решил немножко улучшить свойства внешнего фильтра с помощью Matrix Carbon. Это такой специально активированный уголь, которого хватает на 3-4 месяца. Он немножко необычный, не такой, как все, которые продаются в общем доступе в магазине. Хотя он тоже, естественно, продается или, возможно, продавался. Сейчас не знаю, как будут обстоять дела в связи с этими санкциями и всем прочим. Но вот эта упаковочка, 500 мл, ее достаточно надолго хватает, потому что здесь 200 мл или 250 мл на 400 л воды на 3-4 месяца. Вот такой минерал, денетрификат. Ну, я думаю, из названия уже понятно. Я могу сейчас, конечно, достать, показать, как он выглядит. Больше нужен, конечно же, для нитрификации, плюс он способствует развитию анаэробных и аэробных бактерий. О нем есть отдельное видео. Ссылочку отставлю в описании. Можно будет посмотреть, где там все подробно про него рассказывается. А вот и грунт, про который я говорил. Соответственно, его я еще ни разу не пробовал использовать. Сейчас буду использовать его впервые. Ну, и заодно хотел его показать вам. Как он действует, как он работает и как повлияет на аквариумные растения. Словом для водных бактерий. Словом для водных бактерий. уже пятый раз должен признаться пыли очень много. Если его не промывать, в аквариуме будет ужас что-то твориться, но я думаю это будет стоить того, что этого попромывать. Было бы круто, если у производителя этого грунта заранее промыл уже каким-то образом, чтобы огонь мистый, не так долго мутый. Но получается шестой раз в воду набирать, все равно вода лить еще мутная. В итоге больше десяти раз промыл, но сейчас уже видно, что более-менее вода прозрачная, так что можно уже смешивать и засыпать аквариум. А вот это мой любимый песочек из компании Декотов. Вот я сейчас два этих грунта и смешаю. Ну что, для начала мы сделали небольшой подъем к дальней стенке для того, чтобы была перспектива. Ну и потому что корневая система растений, которая будет у задней стенки, она будет значительно больше. Ну и вообще она там будет, там будут сзади высокие растения. Вообще хочу еще установить сюда несколько камней. Лаву тоже от компании Декотов. Но этот процесс очень длительный, потому что подобрать красиво камни, чтобы они стояли, это непростая задача. И возможно, что на это идет еще пару часов как минимум. В общем, крутил-вертел, решил, что будут так стоять. Посмотрим дальше, что будет, когда будут появиться растения. После жесткого харда все-таки я залил, а частично залил аквариум водой. Посмотреть, как все это будет выглядеть. Конечно же, поднялась муть, невзирая на то, что я много раз промывал данный грунт. Но это неизбежно, такое всегда практически бывает. Но сейчас я смотрю на аквариум и думаю, что грунта все-таки не хватает. Тем не менее, я на данный момент посажу самые простые аквариумные растения. Большая часть из них будет в задней стенке. В дальнейшем хочу еще посадить почвопокровку. Посмотреть, как на данном грунте будет расти она. Но так как грунта не хватает, все-таки я этот грунт оставлю, наверное, в качестве основного. А сверху еще присыплю его каким-то более декоративным. Потому что, если посмотреть повнимательнее на данный грунт, в принципе, он неплохо смотрится. Можно, в принципе, оставить его и так. Но я хочу, чтобы аквариум выглядел более естественно. А вот в живой природе я такого грунта, к сожалению, такой формы грунта и такого цвета грунта не встречал. В общем, я думаю, что если сделать еще один слой грунта более естественным, то аквариум будет смотреться еще круче. Но первая задача, первоочередная задача, посмотреть, как вообще на этом грунте будут расти растения. Поэтому сейчас, на первом этапе, я думаю, неприхотливых растений будет вполне достаточно. В общем, начинаю сажать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Ну что, в принципе, на этом первый этап переоформления аквариума закончился. Понятное дело то, что лист еще не развернулся к светильнику, не обрел форму. Да и растения еще не все здесь находятся, которые будут в дальнейшем тут находиться. Но, тем не менее, у нас уже что-то получилось. Мне очень интересно посмотреть, как себя проявят фильтрующие материалы, которые сейчас были помещены в фильтр во внешний. Мне очень интересно посмотреть, что будет дальше, как проявить себя этот грунт. Да и вообще, там я кое-что еще добавлю, о чем сейчас пока что на этом этапе говорить не буду. Дальше, если будете смотреть и следить за видео, увидите. Но у меня, наверное, на этом пока все. Всего доброго вам и вашим близким. И до новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова